Республика готовится ко Дню Победы. Сегодня воспитанники детских садов Чебоксара промаршировали по Красной площади. Парад дошколят прошел в столице во второй раз и собрал вдвое больше участников, чем в прошлом году. Парадным строем вместе с малышами прошли и юно-армейские отделения школ города. На Красной площади собрались более полутора тысяч дошкольников из большинства детских садов города. В ожидании своей очереди выстроились также 59 парадных расчетов юно-армейских отрядов из чебоксарских школ. Поддержать ребят перед таким ответственным моментом приехал глава республики Михаил Игнатьев. Он напомнил, что сегодня в Чувашии живут более тысячи участников Великой Отечественной войны и 18 тысяч тружеников тыла. Уже во второй раз самые маленькие жители нашего города вместе со своими педагогами вышли на парад. Совсем не понарошку, а по-настоящему. Спинка ровная, шаг четкий, не сбиваться с ритма. И хотя не у всех это получается, все же сказывается волнение, но все очень стараются. Малыши чувствуют свою ответственность, ведь на них смотрят не только родители, но и ветераны войны. Воспитанники детского сада номер 8 готовились к параду как к самому важному событию года. Долго учились маршировать. И прекрасно понимают, здесь они не просто дошколята, а моряки. Нам было тяжело, но мы гордимся, что мы были в этом параде. Я ждал весь год, чтобы мы были в этом параде, чтобы мы были в этом параде. Для меня это большая честь участвовать в параде дошколя. У старших ребят опыта побольше. Некоторые кадеты чеканят шаг и на большом взрослом параде. Члены юно-армейского отряда 45-й школы участвуют в этом празднике второй раз. Но все равно волнуются. Гордость очень большая. Когда, например, я даже играл гимн, ноги прям дрожают. Честь, там надо стоять. Постойки смирно, хоть солнце светит, глаза слепят. Ну, надо. Примерить военную форму на таком параде – большая честь. И ее еще нужно заслужить. Об этом уже стоит задуматься тем, кто хочет также пройти строевым шагом в следующем году. Наталья Егорова, Сергей Мышев, Вести Чуваше. Продолжение следует...